МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Кернистый путь к знаниям. Как добираться до художественной и музыкальной школы во время реконструкции улицы Харитона? Итоги работы и перспективы на новый учебный год в департаменте образования прошло городское родительское собрание. 31 августа во всем мире отмечают День блога. Далее расскажем обо всем подробно. Реконструкция улицы Академика Харитона в самом разгаре. Ремонт основных городских магистралей всегда сопряжен с неудобствами. Столкнуться с временными сложностями придется педагогам и учащимся в музыкальной и художественной школе. Светофоры пешеходной переходы в их районе на время ремонта исчезнут. Как добираться детям на занятия, расскажем далее. Добраться до музыкальной и художественной школы можно будет только от больничного городка. Проход от лыжной базы на время строительства дороги закрыт. Безопасный пешеходный переход на противоположную сторону опять-таки только у Маслихи. По словам заместителя главы администрации Владимира Еминсова, терпеть эти неудобства придется около месяца до завершения первого этапа реконструкции улицы Академика Харитона. Остановка Маслиха до музыкальной и художественной школы это буквально 6-7 минут движения. Если двигаться с нашей стороны, опять нам нужно будет останавливаться здесь около Маслихи, переходить напротив Маслихи по пешеходному переходу и опять подниматься. Это 9-10 минут. Существующий рядом со школами пешеходный переход закрасит уже на днях, а чтобы исключить соблазн перебегать дорогу в неположенном месте, здания учебных заведений обнесут железным забором, оставив проход к ним только со стороны больничного городка. Также с вечера 31 августа аннулирует остановку лыжная база, а с 4 сентября остановку у школы искусств. Вот эта вот остановка, которая находится рядом с нами, с 4 числа она будет аннулирована. Здесь автобусной остановки не будет. Это опять для того, чтобы никаких желаний здесь переходить не было. Первый этап реконструкции улицы – расширение ее в сторону лесного массива. Его обещают завершить к началу октября. Второй – ремонт существующего дорожного полотна. На этом этапе пешеходный переход в районе магазина «Колобок» перенесут непосредственно к лыжной базе, и он будет действовать до конца строительных работ. Все те желающие, которые захотят попасть на противоположную сторону, с 1 октября могут пройти через переходный переход, пройти вдоль новой построенной дороги и попасть на ту сторону. Владимир Еминцев особенно подчеркнул, реконструкция улицы Академика Харитона – важный для нашего города проект. Извинившись перед царовчанами за доставляемое временное неудобство, он попросил с пониманием отнестись к ситуации и переходить дорогу только в установленном месте – в районе больничного городка. И чаще говорит детям о правилах безопасности на дороге. Напомним, в связи с ремонтными работами будет закрыт выезд с улицы Академика Харитона со 2 по 5 сентября на Октябрьский проспект, с 7 по 10 сентября на улицу Победы, а с 15 по 21 сентября движение по улице Академика Харитона от пересечения с улицы Победы до пересечения с Октябрьским проспектом закроют полностью. На этот период будет открыто движение по Октябрьскому проспекту круглосуточно и в обе стороны. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. В преддверии нового учебного года в департаменте образования прошло городское родительское собрание, на котором подвели итоги освоения образовательных программ дошкольного и общего среднего образования, а также обсудили перспективы работы с одаренными детьми и результаты итоговой аттестации выпускников 9-11 классов. Ни одно из слагаемых в школьной жизни ребенка не может обойтись без участия родителей. Проверить домашние задания где-то и помочь решить сложные уравнения, купить констовары и проследить, чтобы в портфеле лежали все нужные учебники. Вот малая часть того, что ложится на плечи мам и пап в учебном году. На прошедшем городском родительском собрании чествовали председатели и активных участников родительских комитетов, школ и детских садов города. Перед нами вместе с вами стоят очень серьезные задачи, очень трудное время, опытное время. У нас с вами всегда это получалось и в этот раз тоже получится. Одним из самых знаковых событий прошлого учебного года для системы образования нашего города стало объединение двух департаментов. Теперь дошкольное образование по праву стало начальной ступенью общего и частью единой системы воспитания и обучения. Среди значимых достижений образовательных организаций в прошедшем учебном году нам хочется отметить вхождение в топы лучших школы России, лицеев 3-15, победы детского сада номер 1, школы-интернаты 9, станции юных натуралистов и станции юных техников и всероссийских конкурсов, детского сада 16, гимназии 2, конкурсных отборах лучших образовательных организаций Нижегородской области с получением грантовой поддержки. Новый учебный год коллектив детского сада номер 16 вступает со свежими силами, тем более, что за плечами достойные результаты и достижения. Детский сад «Кораблик» стал победителем приоритетного национального проекта образования среди дошкольных учреждений, а также попал в финал конкурса детских садов, которые внедряют в сетевые стандарты проекта школы «Росатома». Для воспитательного процесса и образовательного это, безусловно, большой толчок, движение вперед, потому что приходится изучать много нового материала, внедрять его в свою работу, чтобы занимать какую-то позицию в таких больших весомых конкурсах. В этом учебном году руководители и педагоги детского сада настроены на победу. Первое место в проекте школы «Росатома» позволит стать сетевым дошкольным учреждением среди городов присутствия госкорпорации. Чтобы перенимать опыт передовых детских садов, городов «Зато», ну и распространять, соответственно, тоже свой опыт. Сегодня в «Кораблике» работает 13 групп. Детский сад посещают дети с двух до семи лет. В этом учебном году новые знания и друзей приобретут более 300 ребят. Дарья Цапорыгина, Сергей Слободин, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Депутаты регионального заксобрания подготовили законопроект, освобождающий от уплаты взносов на капремонт всех пенсионеров старше 80 лет. Сейчас такая возможность предоставляется только региональным льготникам. Федеральные льготники, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, а также люди, пострадавшие при ликвидации аварии Чернобыльской АЭС, которые на данный момент оплачивают 50% капремонта, также освободятся от уплаты. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 по 7 сентября приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области проводит горячую интернет-линию по теме «Готовность образовательных организаций к началу нового учебного года». На вопросы граждан ответят специалисты и Министерства образования Нижегородской области. Горячая линия будет размещена на сайте правительства региона. Саровские предприниматели могут возместить затраты на участие в выставках. Это касается субъектов малого и среднего предпринимательства. Получить можно до 50% затрат, связанных с оплатой регистрационного взноса, арендой выставочных площадей, оборудованием, стендов, планшетов, размещением информации и рекламы в официальном каталоге выставки, изготовлением и оформлением выставочных и экспозиционных стендов. Сумма субсидий – до 100 тысяч рублей. Более подробная информация по телефонам 977-42 и 992-62. 17 сентября с 9 утра на территории торгового парка АСС пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Саровчане смогут приобрести колбасные и хлебобулочные изделия, мясную, молочную и плодо-овощную продукцию, мед и многое другое. Свои товары гостям предложат почти 50 фермерских хозяйств и предприятий агропромышленного комплекса из Нижегородской области и Республики Мордовия. Подать заявки на участие организации могут по телефону 342-00. 31 августа во всем мире отмечают День блога. Для многих людей это уже не просто онлайн-дневник, а средство выражения своих мыслей и эмоций. Настоящий инструмент для творчества, а иногда и заработка. Есть ли блогеры в нашем городе и чем они занимаются, расскажем в следующем репортаже. Дневник в интернете, владелец которого регулярно оставляет в нем записи, сопровождая их изображениями, фотографиями и видео, называется блогом. Об этом не понаслышке знает Андрей Тюрин. Он ведет собственную страницу уже на протяжении 7 лет. Вопрос в том, что не любой человек, у которого есть фотоаппарат, может называться фотографом. То же самое и не любой человек, у которого есть выход в интернет или свой акан в какой-нибудь социальной сети, может называться блогером. Блог – это интересно. На самом деле людей, которых читают, их не так много, как в принципе много артистов, но из них любимых и хороших мало. В своем блоге Андрей старается охватить все сферы жизни. И на сегодняшний день на страницах его соцсетей можно встретить огромное количество статей разных тематик, от политических до спортивных. Одна, наверное, из главных задач тех людей, которые называют себя блогерами, это, наверное, отвечать за свои слова. Поскольку ты несешь ответственность перед людьми, перед своей аудиторией, перед своими подписчиками, которые у тебя есть, это нужно быть достоверным и более-менее объективным. Несмотря на то, что у Андрея есть основная работа, он старается не забрасывать блогерство и в свободное время радовать своих подписчиков интересными и увлекательными рассказами. Сегодня статьи Андрея можно увидеть не только на страницах в социальных сетях, но и в московских журналах. Назвать меня блогером – нет, я не блогер. Я, может быть, достаточно живо реагирую на какие-то события, которые происходят, в частности, всё, что касается, допустим, в основном внешней политики. Существует несколько разновидностей блога, но большую популярность у современной молодёжи набирает влог. Это интернет-журнал, в котором каждая новая запись – это исключительно видеофайл. Такой влог в социальных сетях ведёт царовская группа «The Line Break». В нём ребята рассказывают зрителям о своих гастролях, концертах, путешествиях и о жизни в целом. Ни разу у нас не было, чтобы мы прописывали сценарий, так, сейчас я беру камеру так, потом ты у меня её забираешь, чтобы на монтаже было классно. Нет, мы просто включаем камеру и всё, едем. Потом это всё скомпоновать и выстроить целый блог. Это очень тяжело, но я советую попробовать всем. Стать блогером может каждый желающий. Достаточно сфотографировать себя на телефон, поставить хэштег, написать пост и отправить его во всемирную сеть. Ирина Вышегородцева, Сергей Слободин, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В преддверии нового учебного года в храмах нашего города по благословению митрополита Нижегородского и Артамасского Георгия были совершены молебны. В них приняли участие не только школьники, но и студенты, учителя и родители. Для всех верующих молебен на начало учебного года имеет глубокое и очень символичное значение. Получить благословение школьники и студенты могли в храме святого великомученика и целителя Пантелеймона. Сейчас был молебен для учащихся, читали молитвы, все молились, просили у Господа помощи, чтобы помог в учебном году. Чтобы хорошо учились, чтобы хорошие поступки совершали, чтобы росли хорошими людьми. Чтобы дал Бог разума детям, чтобы ум не рассеялся к пустым делам. Молятся в этот день не только об учениках, но и о тех, кто передает им свои знания, об учителях. После молебна прихожане выслушали напутственное слово священника. Батюшка поздравил всех с начала нового учебного года, пожелал успехов в учебе, разума и здоровье. Настоятель храма напомнил о том, что учеба – это большой труд, и призвал с усердием и настойчивостью осваивать знания. Родителям-учителям посоветовал быть терпеливыми и помогать детям в учебе. Елена Грискова, Владимир Есейников, Сергей Слободин, Служба новостей, Саров-24. Все для комфортной жизни горожан. С 1 августа в Саровбизнесбанке действуют два новых кредитных продукта. Один из них поможет уменьшить ежемесячные платежи и сделать погашение кредитов более удобными. Подробности далее. Предложение для тех, у кого есть действующие кредиты под высокие процентные ставки и для тех, кому надоело ходить их выплачивать по несколько раз в месяц. В Саровбизнесбанке действует программа рефинансирования потребительских кредитов, которая поможет вам объединить до пяти кредитов в один по ставке 14% годовых на срок до пяти лет. Это позволяет снизить процентную ставку, уменьшить ежемесячный платеж и сделать погашение кредита в более удобном. Условия рефинансирования достаточно просты. Условия рефинансирования. Сумма рефинансирования равна сумме остатка судной задолженности по действующим кредитам. По желанию клиента сумма кредита может быть увеличена. По действующим кредитам не должно быть текущей просроченной задолженности. Допускается три фактора просрочки длительностью не более пяти дней в течение последних шести месяцев. По желанию клиента банк может предоставить кредитные каникулы в первые шести месяцев. В течение этих месяцев уплачиваются только проценты по кредиту без погашения основного долга. При этом ставка увеличивается на 1% годовых. Преимуществом рефинансирования станет и то, что Саровбизнесбанк самостоятельно переведет ваши кредитные средства на счета в других банках. После получения кредита в Саровбизнесбанке заемщик должен предоставить информацию о полном погашении кредита в других банках. Для того, чтобы оформить рефинансирование, возраст заемщика должен быть от 25 до 65 лет. Стаж работы на последнем месте не менее трех месяцев и доход от 12 тысяч рублей. Второй кредитный продукт был создан специально для абитуриентов университета имени Лобачевского. Благодаря образовательному кредиту от Саровбизнесбанка вчерашние школьники смогут получить качественное высшее образование. Как получить? Заблючит договор на платное обучение в университете Лобачевского. Подать заявку на кредит на сайте sbbank.ru, либо в левиаршем отделении Саровбизнесбанка. Заявку на кредит может составить заемщик, это родитель, либо другое платежеспособное лицо, и созаемщик, будущий студент. Кредит дается на срок до 10 лет. Ставка 12,9% годовых. Возраст заемщика и созаемщика от 14 до 65 лет. Стаж работы на последнем месте должен быть не менее полугода. Среднемесячный доход от 25 тысяч рублей. Как оплатить обучение по кредиту? Необходимо бухгалтерии университета взять счет на плату очередного семестра, прийти в отделение банка, написать заявление на получение кредита и заявление на безналичное перечисление денег и средств в учебное заведение. Во время обучения в университете, но не более 5,5 лет, заемщик выплачивает только проценты по кредиту, начисляемые только на сумму использованных средств. Погашение основного долга начинается в год, планируемый в окончании обучения в университете. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Также вся актуальная информация на сайте soro24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...